Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. Сегодня заключительная беседа по этой книге. И мы читаем с вами 31 главу этой книги. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали, пораженные на горе Гелвуи. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иенофана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел и очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Так трагически оканчивается жизнь царя Саула, душа которого была любезна Давиду, и трагически обрывается жизнь Иенофана, сына Саула, сердечного друга царя Давида. Беда достопочтенный в своих комментариях на Первую книгу царств пишет. «Окружавшие Иудею языческие народы вторглись в ее пределы с единственной целью – разрушить царство Иудейское и устранить сынов его и среды его. И поэтому они развратили своим тлетворным влиянием сынов его, священников, книжников и фарисеев, то есть вождей его и даже еретиков. И запретили язычники проповедовать и почитать благодать Духа Святаго в искренних сердцах их. Таков истинный смысл убийства ими Иенофана, дара голубицы» – так переводит это имя Иенофан, беда достопочтенной. И они запретили славить подобающим исповеданием Бога Отца, который презрел на нас не по нашей природе, а Сам Господь по доброте Своей усыновил нас. И смерть Аминодава возвестила об этом, ибо имя его – Отец по собственной доброй воле. И они воспротивились вере в приход в мир спасения через Царствие Иисуса Христа. И смерть Малхиуса возвестила об этом, ибо имя его – Царь мой спасение. Я полагаю, что в смерти Малхиуса повинен тот философ, который развратил Ария и смерть Иенофана на том, кто растлил пневмо Томаха Македония, и тот убил Аминодава, кто соблазнил гностика Мани. «Я говорю так, ибо повелитель растления научил Ария отрицать всемогущество Царя нашего Иисуса Христа, Македонии отрицать божественность Святаго Духа, и Мани святотатственно хулить благость Отца нашего Всевышнего». Комментарий «Беды достопочтенные» очень интересный. Он изображает эту битву на Гилвуе как нападение бесов на христианскую церковь, когда действительно бесы извращали, растлевали сознание не только правоверных, но даже еретики стали в своих ересях более углубленными. Проецировать события Ветского Завета на времена Церкви или на Новый Завет – это древнехристианская традиция. Объясняя слова, Исаул очень изранен был стрелками. Верикунт в своем комментарии на церковные гимны, это древнехристианский экзегет, пишет «Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью». Это духовные стрелы Господа, которыми Он поражает сердца рода человеческого и проливает нашу духовную кровь, ибо как сам Христос назван стрелою, соделанной рукою Отца, так и апостолы его метафорически зовутся стрелами, которые его мощным луком посланы по всему миру. Может быть, те же стрелы посылал и Нафан, как знак того, что Давиду нужно бежать от своего жестокосердного царя. Но Саул был сражен теми же стрелами. «Негодный царь, так лишившийся царства Израильского, эти стрелы упиваются кровью нашего неверия и плотских грехов, почему о них и сказано грехами народа моего, кормятся они». Здесь говорится о том, что трагедия не возникает на пустом месте, потому что грехами народа Божия кормятся силы зла. В том смысле, что когда падает такой человек, как царь Саул, который был помазанник Божий, когда падает такой человек, как Инофан, сердечный друг Давида, это не просто так. Это не происходит на пустом месте. В этом есть какой-то скрытый смысл. И далее мы читаем об этом сражении. «После того, как Саул взял меч и пал на него, оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе». Оруженосец, этот отрок, не решился добить царя Саула, потому что он почитал его. «И когда Саул умертвляет себя мечом, этот отрок пронзает себя, и мертвый падает рядом со своим царем, чтобы только не попасть в руки необрезанных филистимлян». Далее мы читаем. «Израильтяне, жившие на стороне долины из Иорданом, видя, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и заселились в них». Действительно, порожу пастыря, рассеются овцы, а пастырь – это в том числе и царь, и смерть царя означает катастрофу для всего народа. И далее мы читаем. «На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и поворотили его, и отсекли ему голову». То есть он лежал навзничь, они его поворотили, отсекли ему голову, Саулу, «и сняли с него оружие и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить осем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана». Вот так оканчивается трагическая жизнь первого царя еврейского народа. Да, этот царь был гонитель Давида, но Давид не переставал любить этого человека. И вместе с Саулом трагически погибают его дети, в том числе и Нафан, сердечный друг Давида. Итак, тело царя, помацанника Божия, повесили на стене Бефсана и нашлись смелые люди, которые не позволили, чтобы оно висело там дальше, как некий трофей для осмеяния. Об этом мы читаем в окончании книги «Царств», первой книги «Царств», где, говорится, «и услышали жители Иовиса Галаадского о том, как поступили филистимляне Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Авис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Ависе, и постились семь дней». Мы видим, какая скорбь завладела сердцами этих людей. Почему они сжигают останки Саула, его сыновей? Потому что их тела побывали в руках язычников и были, следовательно, оскверненными, и они принимают решение сжечь их и похоронить их кости с честью. С молитвой они предаются посту в течение семи дней. Как отнесется Давид к этому? Об этом рассказывается уже во второй книге «Царство». Но немножко опережая события, надо сказать, что Давид отнесся к этому с сердечным сокрушением и трепетом. И он написал псалом на смерть Саула и сына его Инофана. Мы прочитаем этот псалом. Это вторая книга царств, первая глава, 17 стиха и ниже. «И плакал Давид, и оплакал Давид Саула и сына его Инофана сей плачевной песнью, и повелел научить сынов Иудиных Луку, как написано в книге Праведного, и сказал». Далее идет песнь, плач царя Давида о царе Сауле и о сыне его прекрасном Инофане. Какие удивительные слова! Едва ли мы найдем комментарий для них, они сами по себе наполнены глубочайшим смыслом. «Красота Твоя, о, Израиль, поражена на высотах Твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных горы Гелвуйские! Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных, лук Инофана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Инофан, любезные и согласные в жизни своей. Не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были, дочери израильские. Плачьте о Сауле, который одевал вас в багреницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани, сражен Инофан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Инофан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской, как пали сильные, погибло оружие бранное. Что можно добавить к этой плачевной песне царя Давида? Наверное, только одно. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Субтитры создавал DimaTorzok